На Волыни бунтуют селяне. В районе Ковеля они перекрыли трассу после того, как утром обнаружили на своих паях тонны отходов местного ветсанзавода. А накануне блокировали движение жителей сел, расположенных возле Луцка. Чем возмущены люди и что требуют, знают наши корреспонденты. Утром на трассе Ковель-Ягодин образовался километровый затор. Люди перекрыли дорогу. Несколько часов ходили по пешеходному переходу. Знак протеста против того, что их наделы завалены костями и тушами животных. Все эти отходы, утверждают селяне, вывезли из Ковельского ветсанзавода. Предприятие закрылось, но останки животных продолжали туда свозить. Горы костей, перья, невыносимая вонь и лающие псы. В конце апреля возмущенные жители соседних сел вышли на акцию. 5 тонн перераблял за сутки. А привозили тонн 30-35 тонн. Короче, загрузка велика, а не перерабляли, дуже мало. Тут закопают, хоронят. Это считают не завод, а скотомогильник. Всего в 400 метрах живут люди. Дети играют черепами. Док постоянно ходит, играется, принесет черепа домой, або кости. И там, около хата, играются черепами. Ну, это возможно такое, чтобы дети прислывали такие игры. Директором предприятия руководства из Киева назначила жителя Донецкой области Вадима Сухоноса. Менее чем за год он наработал на два уголовных производства. Нанес экологию ущерб почти на 2 миллиона гривен. И скрылся. Это тоже Волынская область. Отстойник уже неподалеку от Луцка. Отвратительный запах, загрязненная почва и вода. Сюда стекают нечистоты, из коллекторов сбрасывают отходы предприятия. Например, цех по производству колбасных изделий. Причем остатки мяса, шкуры привозят незаконно, рассказывают люди. Это уже запах не сметан, а трупный запах. То есть химия с мясом. Это если будет жара 30 градусов, то что в респираторах ездят? Устав терпеть, жители соседних сел вышли на акцию протеста. Дети, внуки не дыхают, потому что носы закрывают. Биллионы можно постирать, потому что смерть, потом нужно еще раз пройти. Нужно что-то сделать. Люди блокировали трассу почти три часа. А в конце концов чиновники, которые приехали к протестующим, уговорили пикетчиков разойтись. И пообещали на следующей неделе выслушать все претензии. Люди же заявляют, если проблему не решат, протесты продолжатся. Ольга Иванченко, Александра Фетисова, Юрий Фетисов. Подробности телеканал Интер. Волынская область.